Продолжение следует... ...за прошлой неделе так и не прояснилось, а лишь добавило какой-то таинственности. И вот, например, Солит Абблтен дала понять, что данное решение, что Цитадаласбанка переходит в руки Риппелуд Холдингс, является скорее геополитическим, чем экономическим, потому что представители американской бизнес-структуры всегда защищают свои американские банки. Так ли это, по-вашему? Ну, этот процесс проводит агентство приватизации, и там были три критерия. Это первая цена, конечно, вторая это бизнес-план, и третья, как бы, репутация покупателя. И все три компоненты представлены были правительству, и решение было принято. Но это не секрет, что, конечно, один из критериев, где мы рассматривали репутацию инвесторов, это была, конечно, репутация инвесторов США, которые... Я должна сказать, что это люди, которые известны в финансовом мире, и их репутация действительно позитивная. То есть репутация уже проанализированная? В КТК просто говорила о том, что будет только после подписания договора купли-продажи исследовать репутацию инвесторов. Они, да, но есть еще полиция, это наша дрожь, и у вас полиция, и есть САП, которые проанализировали всех инвесторов. Сегодня мы знаем, что приезжает вице-президент Европейского банка реконструкции и развития. Буквально через час у вас уже запланирована с ним встреча. Основная тема, которая будет обсуждаться, наверняка тоже продажа банка Цитаделла, потому что Европейский банк является совладельцем. 25 плюс 1. Да, это будет тема Цитаделла, будет также тема развития Латвии и в свете событий Украины, это санкции, и финансовая система Латвии в общем. Но один из вопросов будет и Цитаделла также. Банк уже объявил, что они поддерживают решение правительства, так что мы будем более подробно рассматривать. Что касается, еще в прессе на прошлой неделе по продаже банка Цитаделла прозвучала информация о том, что по сделке Цитаделла встречались в Грузии представители политической элиты Латвии. В частности, на этой встрече был Валдес Домбровскис и Дзентерзакис. Нормально ли это практика вообще? Ну я узнала о их поэстике газет. Я действительно не знала до того момента, что они были в Грузии и с представителями инвестора. Но я спросила Валдесу Домбровску, что они там делали. Но, как он сказал, они с женой поехали в отпуск просто. Ну, я не могу консультировать. Поехали в отпуск и оказались случайно на встрече с инвестором. Очень удивительно было бы, если встреча с инвестором была бы организована в Грузии. И я не знаю, почему тогда где-то в другом месте нельзя было, если это. Но я еще хочу повторить, что это я узнала из газет, что они там были. И никаких каких-то предложений или чего-то другого от Валдеса Домбровского и Дзентерзакиса я не слышала. Вообще не говорила с ними про Цитаделла. Ваши политические оппоненты сейчас очень часто используют как раз-таки ситуацию вокруг Банка Цитаделла и не столь прозрачную продажу Лепейского Менталурга. Как Вы считаете, повлияет ли это на предстоящих парламентских выборах? Не отдадут ли избиратели голоса другим партиям из-за этого? Ну, эти процессы, они, например, продажа Цитаделла, она уже началась прошлым летом. И есть, это делало агентство приватизации с консультантами, с французским банком, с генерал, которые были привлечены как консультанты. Так что и под надзором Еврокомиссии я не могу сказать, что это было каким-то таинственным. И все, я не знаю, как на русском, там это все было, можно было следить за ходом. И предложили покупать 100 инвесторам. И тогда это уже пошло... Еще хотелось затронуть тему латвийских молочников. На прошлой неделе Латвия посещал Еврокомиссар Чолош. И он, в частности, заявил, что деньги латвийские молочники получат. Да. Как скоро могут ожидать наши предприниматели? Он также сказал, что это должно произойти в этом году. И сейчас Еврокомиссия ждет от Министерства земледелия Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии, Польши предложений, расчетов. И как только они будут от всех стран, тогда они будут рассчитывать, какая поддержка может быть. Но на какую сумму мы можем рассчитывать? Я не могу сейчас про сумму говорить, потому что то, что правительство сделало, мы на два месяца молочникам 6,6 миллионов евро предложили. Там есть платежи на корову. И это хватит денег до конца октября. Ну, посмотрим, какая будет поддержка Евросоюза. И если не будет достаточно, есть у нас в бюджете деньги, чтобы еще поддержать до конца года молочников. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.